Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы заканчиваем читать книгу «Премудрости Соломона» и мы читаем 19 главу. «А над нечестивыми до конца тяготел немилостивый гнев, ибо он предвидел и будущие их дела, что они, позволив им отправиться и с поспешностью выслав их, раскаются и погонятся за ними. Ибо еще имея в руках печали и рыдая над гробами мертвых, они возымели другой безумный умысел, и тех, кого с мольбою высылали, преследовали как беглецов». В предыдущих главах Соломон подробно описывает казни египетские, Соломон подробно описывает то, что происходило с египтянами и евреями, как одни страдали, а другие были поддерживаемы Богом. И вот сейчас мы видим окончание этой истории, когда египтяне, еще пребывая в таком некотором трауре после последней, десятой казни, когда буквально погибло, как говорит Соломон в книге, целое поколение, и было так много умерших, что их некому было погребать. Мы видим, что иудеи в этот момент спасаются бегством, но Бог, вот это такое, тяготело над ними его наказание, потому что Он предвидел их реакцию, что даже такая страшная вещь, как вот эта десятая казнь, когда люди погибли, погибли в большом количестве, и их родственники, которые остались живы, не вразумились, но как только услышали, что иудеи ушли, избежали, сразу пустились за ними в погоню. «Влекла же их к тому концу судьба, которой они были достойны, и она навела забвение о случившемся, дабы они восполнили наказание, не доставшее к их мучениям, и дабы народ твой совершил славное путешествие, а они нашли себе необычайную смерть». Четвертый стих удивителен тем, что здесь как будто бы говорится о судьбе, и как будто бы такой некоторый фатализм, да, мы можем приписать Соломону. Он говорит, «влекла их к этому судьба, которой они были достойны, и она, судьба, навела забвение о случившемся, дабы они восполнили наказание, не доставшее к их мучениям». На самом деле, конечно же, мы понимаем, что в контексте всей книги речь идет о Боге, который судил им таким образом, что значит судьба, которой они были достойны. То есть, как бы здесь речь идет о некоторой логике событий, которая должна была завершиться, о логике всей их жизни. Они всей своей жизнью шли вот к этому истреблению, шли к этой погибели потом уже в этом самом Красном море, когда они гнались за иудеями. И вот эта логика их жизни привела их к тому, что произошло. Они настолько привыкли к этому рабскому труду евреев, они настолько привыкли к тому, что были безнаказаны в своей злобе, что они могли убивать первенцев мужского пола или вообще всех детей мужского пола и пользоваться этим народом, как им хотелось. И вот в этой своей злобе, в этом своем потребительском таком жестоком отношении к этому народу, они настолько ослепли, что даже тогда, когда их дети погибли, их первенцы погибли, они довольно быстро забыли это. И эта страшная трагедия заместилась в их сознании возмущением, что евреи сбежали, что они смогли, побросав, как говорит Соломон, когда еще гробы не были даже зарыты, когда еще они были у них на руках, они уже бросились в погоню. И вот влекла их к этому судьба, вот как бы вся логика их жизни, которую Господь попустил. То есть он сказал, хорошо, если вы так хотите, пусть так будет. Так будет. Которые они были достойны. То есть вот их жизни, их поступки, да, и вот то, что с ними происходило. И они достойны были этого самого происходящего с ними. Она навела забвение о случившемся, дабы они восполнили наказание, не доставшее к их мучениям. То есть, что в данном случае наказание? Как научение, как некоторое завершение вот этого их пути. «И дабы народ твой совершил славное путешествие, и они нашли необычайную смерть». В каком смысле? Потому что народу надо было увидеть еще одно свидетельство того, что Бог на их стороне. Чрезвычайное свидетельство. Мы можем почитать книгу «Исход», как радуются сестра Моисея, как радуются люди, когда они видят, что они спасены, а те, кто за ними гнались, утонули в этой самой воде, в этом самом море. Да, вот, то есть, научение одних и завершение, логичное завершение судьбы других, жизни, жизни других. Поэтому авторы пишут, «Ибо вся тварь снова свыше преобразовалась в своей природе, повинуясь особым повелениям, дабы сыны твои сохранились невредимыми». То есть, вся природа способствовала тому, и вот это сошедшееся море способствовало тому, чтобы евреи, которые перешли через это самое черное море, дальше оказались невредимыми. И там, и те самые птицы, которых они потом ловили и ели, и манна, которая подавалась, и вода, которая вдруг стала пригодной для питья из-за положенного в нее дерева. То есть, масса всяких природных явлений дальше сошлась для того, чтобы их поддерживать. И все это было в одной и той же логике. Вот есть народ, который должен выйти, у него есть предназначение стать светом для мира, светом закона, дойти до определенного нравственного, до нравственной высоты. Есть народ, который не пускает этот народ. И вот здесь и кары, и казни, и в итоге логика их жизни приводит их к такой ужасной, страшной смерти, которая, в свою очередь, научает этот народ свободный, освободившийся доверию к Богу. Потому что они видят, что Бог способен совершить для их спасения самые разные чудеса и вывести их, в конце концов, не только из Египта, но и провести их через пустыню. Мы знаем, что они шли через нее достаточно долго, они просто жили в ней, пока не умерли те, кто посомневался в Боге, для того, чтобы дальше войти в землю обетованную. Итак, явилось облако, осеняющее стан, а где стояла прежде вода, показалась сухая земля, из черного моря, беспрепятственный путь, и из бурной пучины зеленая долина. Покрываемые твоей рукой, они прошли по ней всем народам, видя дивные чудеса. Они паслись, как кони, играли, как агнцы, славя тебя, Господи, избавителя их. Ибо они еще помнили о том, что случилось во время пребывания их там, как земля вместо рождения других животных произвела скнипов, это такой вид мошки или мелких насекомых, и река вместо рыб извергла множество жаб. Это воспоминания опять этих самых казней. А после они увидели и новый род птиц, когда, увлекшись пожеланием, просили приятной пищи, ибо в утешение им налетели с моря перепелы, а грешных постигли наказание, не без знамений, бывших силу молний. Они справедливо страдали за свою злобу, ибо они более сильную питали ненависть к чужеземцам, иные не принимали незнаемых странников, а эти порабощали благодетельных пришельцев. И мало этого, но еще будет суд на них за то, что те враждебно принимали чужих, а эти с радостью приняв, потом уже пользовавшихся одинаковыми правами, стали угнетать ужасными работами. Здесь мы, Соломон, завершая книгу, возвращается вообще к приходу Иакова и его сыновей в Египет, и за то, что они сначала радостно приняв их, потом стали пользоваться с ними одинаковыми правами, а потом начали угнетать их ужасными работами. Посему они поражены были слепотою, как те некогда при дверях праведника, когда, будучи объяты густою тьмою, искали каждый входа в его двери. Самые стихии изменились, как в арфе звуки изменяет свой характер, всегда оставаясь теми же звуками. Это можно усмотреть через тщательное наблюдение бывшего. Ибо земные животные, переменяясь в водяные, о плавающей водах выходили на землю. Огонь в воде удерживал свою силу, а вода теряла угошающее свое свойство. Пламя, наоборот, не вредило телам бродящих, удобо разрушимых животных, и не таял легко растаивающий снеговидный рот небесной пищи. Здесь Соломон, вот так несколько переплетая один рассказ с другим, показывает, как Бог чудесным образом сопровождал жизнь народа в Египте, сопровождал его исход, сопровождал его шествие в землю обетованную. Так ты, Господи, во всем возвеличил и прославил народ твой, и не оставлял его, но во всякое время, на всяком месте пребывал с ним. Так заканчивает Соломон свою книгу указанием на вот эту любовь Божию, которая проявлялась так по-разному, проявлялась в том числе и к людям, которые окружали народ Божий. Сегодня нам может казаться удивительным такое проявление любви, но любовь проявляется по-разному. Когда мать воспитывает ребенка, она не всегда действует так, что ему нравится ее действие, она не всегда выглядит доброй по отношению к нему, но когда он вырастает, он понимает, что иногда ее строгость и была подлинным проявлением любви. Вот здесь то же самое. Для евреев, которые исходили из Египта, проявление Божьей любви было явным. Для египтян, которые удерживали народ и были наказываемы, и претерпевали кары, оно было неявным. Но так или иначе, доверяя Богу и понимая уже из Нового Завета, из Откровения Нового Завета, уже в полноте понимая, что Бог есть любовь, мы можем посмотреть и на нашу собственную жизнь и понять, что не только явно благоприятные события, события, которые нам нравятся, которые приводят нас к какому-то такому благому нашему состоянию, являются действием Божьей любви, но и те события, которые на первый взгляд могут нас смутить, могут показаться нам наказанием, могут показаться нам проявлением какого-то гнева Божьего, они все равно являются в первую очередь проявлением заботы и любви Божией, которая ведет нас к спасению. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...